Доброе, пушистое, усатое утро. Полосатое. Полосатое, полосатое. Да-да-да, друзья, мы вам безгранично рады. Сегодня празднуем День кошек. Вокруг этих животных, на самом деле, есть огромное количество мифов. И вот, например, такие вашему вниманию представляем топ самых распространенных мифов. Ну, топ один. Сиамские кошки агрессивны. На самом деле, не больше, чем все остальные породы. Да, говорят, они просто очень прыгучие, темпераменты ярче других выражают свои эмоции. Да вот и все, да. Кошкам необходима рыба. Ой, мой пост уже заметили, да? На самом деле, кошкам не нужна рыба, им нужен таурин и витамин А. А там это все и находится, да? Конечно, там максимально. Я думаю, что мы о всех вот этих вот приметах, вообще о кошках поговорим с нашим гостем. Вы уже заметили, у нас в студии прямо сейчас находится Карен Далакян. Известный зоозащитник, человек, который спасает животных регулярно. Доброе утро, Карен. Доброе утро. С кем вы сегодня пришли? Это Жорик. Это Жорик. Давай мы с тобой будем тоже так утро начинать в эфире программа «Нашое утро» Павел Савченко и Жорик. Расскажите нам про Жорика, пожалуйста, и вообще про кошек. Что должен каждый хозяин учитывать, если он решил завести кошку? Что нужно, необходимо? В любом случае, вся семья должна любить, в первую очередь. Если будет какой-то там, ну, папа так недолюбливает, дети любят, мама очень любит, животное это все чувствует. Вот, и как обычно, именно кошка может дрессировать, то есть заставить себя любить. Вот смотрите, сейчас он заставляет погладить, да? То есть это то животное, перед которым человек служит. Если собака служит человеку, да, а человек служит кошке. Вот, пожалуйста, идеальный вариант животного, который, несмотря что чужая обстановка, чужие люди тут сидят, да, вот он себе вполне адекватно ведет. Вот вот так должны быть домашние питомцы, да, кошки. А что вот делать, Карен, если хочется завести котенка, а аллергия? Есть ли какие-то выгоды? Ну, сегодня филинологи решили эту проблему. То есть у нас есть породы гипераллергенные, то есть эти все рексы, у кого кудрявая шерсть и щелковистая шерсть, то есть они не вызывают аллергию. Но здесь надо исходить из того, очень часто аллергия именно на слюну кошки, кошачью, да. Поэтому тут обязательно либо это слюна, либо это шерсть, то есть вот это... То есть надо выяснить, какой он фактор является. Да, дефилинтировать, да. Но в любом случае, если есть на что-то аллергия, то может он дополняться уже другими. Тут гигиена, влажные уборки, но и сегодня есть всеобразные препараты, которые можно применять и как пить, и как обработать квартиру. Есть вот такая любовь. Но в любом случае, это надо обязательно консультироваться. Те вот, именно есть миф, что надо завести голых, бесшерстных кошек, на них не бывает аллергия. Наоборот, вот на них очень часто и есть аллергия, потому что у них там специфический жир на коже. Это очень аллергичное вещество. А я была один раз в гостях, и представляете, я кошку испугалась больше, чем собаку, потому что кошка вышла из-за угла, и она прям вот так вот рысью ко мне подбежала и начала меня царапать. Хотя я кошкам очень хорошо отношусь. Дело в том, что сегодня, к сожалению, никто не работает над психикой кошек, касается заводчиков. То есть они разводят, кого попало, что попало, лишь бы подать. А агрессивных животных однозначно надо убрать из разведения, чтобы они не попали. Потому что в свое время, это 90-е годы, когда только-только мода начиналась на порозе этих кошек. То есть в Европе уже был запрет на агрессивных животных, и оттуда все вот это, то, что списывалось, то, что браковалось, все пришло к нам, в Россию. У нас сегодня в гостях Карен Далакян, руководитель Челябинского фонда защиты диких животных. Спаси меня и Жорик. Ну а мы продолжаем, и прямо сейчас расскажем про новый экопроект, где благоустроят парки. Давайте прямо сейчас посмотрим. Продолжение следует...